Давайте просмотрим, как происходит компиляция на примере конкретной программы. Программа будет состоять из трех файлов. Это main.cpp, square.cpp и square.hpp. Main.cpp это главный файл, в котором находится точка входа, функция main. И внутри этой функции вызывается функция square, то есть возведение в квадрат. Сама функция square описана в файле square.cpp. Функция незамысловатая, она принимает один аргумент и возвращает его значение в квадрате. Для того, чтобы связать эти два файла, для того, чтобы в файле main.cpp мы знали о том, что существует такая функция square, добавлен третий файл, это square.hpp, заголовочный, и в нем есть объявление функции square. Давайте пройдем все этапы компиляции по отдельности. Для начала скомпилируем файл square.cpp. Первый этап компиляции это припроцессор. Можно попросить компилятора вызвать только припроцессор и посмотреть, что получится. Для этого мы будем использовать ключик минус е для компилятора G++. Мы скармливаем его с square.cpp и на выходе получаем некоторый файл square припроцессор. Давайте посмотрим, что получится. Ну вот, видно, что получилось. Так как мы к файлу square.cpp ничего не подключали, то здесь добавилась вначале только некоторая служебная информация, и файл после отработки припроцессор остался точно таким же. Давайте теперь то же самое сделаем с файлом main. Так, заменим имя. Получился файл main припроцессор.cpp. Давайте посмотрим, что в нем есть. Внутри файла main припроцессор.cpp мы видим изначальное содержимое файла main.cpp, то есть функцию main, а также содержимое файла square.hpp, то есть вот это объявление, оно просто вставилось вот сюда. Теперь, когда компилятору скормится файл main.cpp после припроцессора, там уже будет объявление функции square. Теперь можно скормить эти файлы с кодом непосредственно к компилятору. Для этого используется ключик минус си. На выходе получается два файла с расширением о. Это объектные файлы. Для того, чтобы собрать эти объектные файлы в один файл, исполняемый, мы опять скорим их к компилятору и укажем имя исполняемого файла. Ну, назовем программу программу. После выполнения этой программы, этой команды, мы получим файл с программой, который после этого можно запустить. Ну, так как наш файл ничего не делает, то, в общем, не ожидаем от него никакого разумного поведения. Ну, вот, программа запустилась, ничего она не делает. Заметьте, что каждый раз я использовал одну и ту же программу G++. В действительности G++ это такая обертка над несколькими программами, над предпроцессором, над непосредственно компилятором и над линковщиком. И G++ сама решает, что вызывать, и если ее не просить что-то делать специально, а просто изначально дать ей файлы main.cpp и square.cpp, то G++ сама догадается, что нужно с ними сделать, и на выходе мы снова получим файл программы. То есть, если я сейчас его здесь удалю, то он получился. Можно попросить компилятор G++ показать некоторые содержимые объектных файлов. Ну, сам по себе объектный файл смотреть не интересно, там бинарная информация, но можно посмотреть его ассемблированный вид. То есть, можно попросить компилятор выдать нам файл с представлением файла square.cpp, например, в виде ассемблера. Если мы, допустим, с ключиком "-s", то получится такой вот файл с square.c. И даже если вы не знаете ассемблера, то в нем вы можете увидеть некоторые интересные моменты. Значит, вот здесь вот указана некоторая метка с названием that6square i. Мы теперь знаем, что это такое. Это преобразованное имя функции square. 6 означает, что 6 букв в названии, и i означает, что принимает целочисленный параметр. Дальше идет что-то непонятное, непосредственно код функции. Компилятор jblus также предоставляет возможность обратного преобразования. Если у нас есть имя функции в таком преобразованном виде, мы можем воспользоваться специальной программой c++ field с ключиком "-n". Скормить ей это название. Давайте его наберем. Как видите, эта программа вернет мне изначальную сигнатуру функции. Заметим, что в этой сигнатуре не участвует возвращаемое значение. Дело в том, что в C++ не может быть двух функций с одинаковым именем и одинаковыми параметрами, но разными возвращаемыми значениями. Поэтому возвращаемое значение не участвует в преобразованном имени.